добрый день сегодня рассмотрим двухтрубную горизонтальную систему то есть на примере предыдущего видео урока в котором мы рассматривали секционные отопительные приборы и единственный панельный стальной радиатор prado 2050 стих 20 и между всего подключение 500 миллиметров то есть высотой 500 миллиметров с нижним подключением и встроенным терморегулятором сейчас более подробно рассмотрим применение на всех этих отопительных приборов так мы вначале сократили немножко достаточно поверхности можно будет спрограмм распечатать смотрите предыдущие видео ссылки будут так ну и перенесем метки твоим были раньше так сократили так теперь для того чтобы воспользоваться то есть нужно открыть соответственно рекомендации в данном случае пособие про проектирование автоматизированных систем водяного утопления многоэтажных и жилых и общественных зданий так ну и тут найти следующие арматуру то есть ввиду того что мы будем применять стальные панельные радиаторы prado с нижним подключением то есть при данном подключении возможно два типа либо сразу же подключать трубопровода непосредственно к отопительному прибору либо через специализированные гарнитуры то есть вот у нас отопительный прибор в данном случае подключение то есть нам нужно с нижним подключением то есть вот существуют различные гарнитуры для подключения соответственно панельных проводов снизу вот в данном случае снизу но при боковом подключении непосредственно к радиатору и используется вот данного типа подключения когда у вас снизу подключается к отопительному прибору ну и благодаря вот этим гарнитурам можно отключить радиатор ну а вот в этом случае даже и подключив специализированный впускной экран соответственно слейки по носителям из отопительного прибора так первым делом что мы делаем так это удаляем так сейчас перенесем метку так удаляем лишние трубопроводы ну и соответственно лишние приборы кто нам дальнейшем не понадобится так вот удаляем на верхнем этаже то что у нас было так ну и сейчас все то же самое проделаем на нижнем этаже не останавливаются приборами так ну и сверху справа остается вот прибор который нам нужны и необходим так теперь нам понадобится еще этикетки чтобы узнать диаметр трубопровода так здесь проще посту так как расход на них одинаков так ну и то же самое проделать все мы установили все нам необходимые этикетки чтобы узнать диаметр трубопровода ну и сейчас то есть на вкладке арматура то есть есть подключение нам нужно вот это подключение и найти либо rlvcs либо rlvcd давайте вот кс возьмем прямой в данном случае в прямом исполнении то есть это и есть у лавы к попробуем ходит из стены включается возьмем примор так ну вот у лавы все прямой так для того чтобы у нас отобразился вот видите выключаем его непосредственно подключается к тому месту я не отходим и подключаем их так вот здесь на перекрести получилось нам нужно поменять местами трубопроводы, которые располагаются, но это нам нет необходимости делать, то есть если мы дальше продлим, то у нас все равно будет пересечение трубопроводов в горизонтальном состоянии, так дальше выделяем, копируем, лучше конечно это делать на первоначальных этапах, когда вы только делаете себе заготовку, смотрите предыдущие видео, так мы сделаем это сейчас это Продолжение следует... 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 Так, и посмотрим, что у нас получилось. Так, и здесь у нас по два. Так, ну здесь, наверное, увеличено количество. Потому что здесь помимо стояка с трубопроводом еще установлен узел, поэтому типа поступления от него хватает. Давайте один и два сделаем. От них хватает, чтобы возместить теплопотери. Так, ну и давайте посмотрим, что там. Так, ну и вот как мы видим, то есть настройки у нас везде получились не меньше двух. Так, ну давайте еще поэкспериментируем. А именно еще уменьшим длину. Что у нас получится в результате. Так, и снова читаем. Так, ну вот видите, у нас здесь меньше цвет. Давайте. Давайте. Здесь чуть увеличим. Был у нас 1,4 метра. Сделаем 1,3. Так, и здесь тоже. Так как у нас здесь нехватка. Купить мой прибор, чтобы возместить теплопотери. Здесь тоже 1,3. Так, ну и опять выпускаем, проверяем. Так, ну и смотрим, что у нас получилось. То есть опять настройки практически везде 2. У нас есть ощущение некоторых. То есть у нас даже 3 получилось. Так, внизу везде по 2. Так, ну-ка, давайте еще раз попробуем. Пока в одном месте уменьшить еще на 10 сантиметров. Так, и посмотрим результат. Даже у нас тут 5 столов. Так, давайте его еще уменьшим. Так, выделяем. Здесь поменяем на 1,2. Так, и здесь на метр. Так, и здесь. Так, так. Так, и здесь. Ну вот у нас клаком и раскрылись. с настройками уже 5 давайте сверху проделаем ту же самую процедуру, только уменьшим часть то есть сначала 1,2 так, крайне не будем трогать, потому что там уже настройка снаться не лишая то есть клопан практически раскрыт здесь раскрылась, здесь тоже возможно трубопроводов хватает и здесь давайте еще уменьшим там в этих местах то есть здесь делаем тройки 1,1 и здесь, потому что здесь прокладываются трубопроводы тоже сделаем 1,1 то есть тут поступления не нужно хватить ну вот клапаны раскрылись то есть и настройка уже больше и тем самым мы сэкономили на отопительных приборах так и теперь если посмотреть то есть у нас уместится все на третьем формате то есть у него можно распечатать так вот у нас получились результаты достаточно неплохие ну и показан принцип расчета отопительных приборов стандартных стальных панельных радиаторов типа Prado с нижним подключением и со встроенным термостатическим клапаном то есть как это рассчитывается в зависимых системах так, ну а вот эту вот ошибку можно убрать очень просто то есть ввиду того, что здесь небольшая система здесь хватило 30 нужно вам почитать вот так и можно при желании клапан заменить поменять поменять так, ну давайте посмотрим что изменится вот этот поставим 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 так у нас поменялся нет возможно из-за того что система условная кому Так, несколько салжи возьмем. Так, несколько салжи возьмем. Ну, это не ошибка, это как бы приоритет клапана. То есть, в данном случае, чуть больше приоритета клапана, но приоритет на потерь давления самой системы. Так, ну вот, мы вычитали. Всем спасибо. До свидания и удачи.